Здравствуйте всем. Меня зовут Барабанов Никита, моего коллегу Арефьев Вениамин, наш руководитель Курячий Георгий Владимирович. И в нашем сегодняшнем докладе мы хотели бы рассказать о нашей летней стажировке в базальте, о том, какие перед нами ставились задачи, с какими проблемами мы встретились в процессе разработки, о том, какие решения были приняты в начале и на некоторых этапах работы, и о том, как это сказалось на эффективности нашей работы. Начать наш доклад хотелось бы с пары слов о той системе, которую мы разрабатывали, для чего она вообще нужна. Мы разрабатывали систему проверки домашних заданий, которая может сама скачивать решения студентов, например, с электронной почты или с открытой гид-репозитори. Данная система может их тестировать. Предполагается тестирование в формате входные данные и эталонный вывод. И также одной из ключевых особенностей является та, что пользователи, то есть студенты, могут писать тесты сами для себя и для своих коллег и проводить перекрестное тестирование. Также одной из важных особенностей системы была заложена эшелонированная система оценки. То есть после того, как все тесты отработали, не сразу вставляется какая-то оценка, а эта оценка аккумулируется на задания, потом оценки по заданиям аккумулируются в оценку пользователя и оценка пользователя аккумулируется уже в финальную оценку. Теперь о том, почему было принято решение о разработке новой системы, а не использовании какой-то уже существующей. Во-первых, как уже было сказано ранее, это формат сдачи заданий, то есть не через систему непосредственно, а благодаря публикации в гид-репозитории или отправке по электронной почте. Это легковесность системы, то есть быстрая и простая настройка для первого запуска и последующее простое изменение каких-либо настроек в системе для того, чтобы использовать ее в аналогичных курсах или поменять информацию о уже существующих. И также это возможность добавления собственных способов сдачи заданий, которые поддерживаются в системе. Теперь давайте перейдем к самому процессу разработки. Как мы его организовали, как мы договорились его организовать в самом начале нашей разработки. Первое, что хочется отметить, у нас были достаточно ограниченные временные рамки для данной разработки. Это были два летних месяца, июнь-август, и к сентябрю нам надо было уже закончить эту систему, потому что начинается учебный год, и ее нужно применить. Также мы договорились каждый рабочий день встречаться, обсуждать, что мы сделали, что сделать не получилось, какие встретились проблемы, планировать работу на следующий день и обсуждать систему, и приходить к консенсусу, чтобы все разработчики понимали, как она должна работать. Для сопровождения и написания данного инструментария ввелась вики-проект, в который описывали все модули, и также была отдельная страница API, которая документировала все публичные API-модули. Использовался формат PCOS-TORS для введения репозиториев, и весь код было принято форматировать black, поскольку весь код на питоне, мы решили, чтобы был хороший инструмент для автоматического форматирования, не только линдер. И все публичные функции было принято решение документировать в обязательном порядке. Теперь отдельно поговорим о архитектуре. нашей системы, так как из восьми недель, которые были нам отведены для разработки, первая неделя целиком была посвящена целиком обсуждению только архитектуры. Как уже было сказано ранее, все предложения по архитектуре документировались в вики, и каждый из модулей с его API заносился туда же. В синем прямоугольнике изображены основные модули системы. Сверху вниз это deliver, то есть доставка, который может быть благодаря git, репозиториям, благодаря сдаче заданий по почте и файловые системы, либо какой-то собственноручно написанный модуль, который далее поддерживается в системе, так как все домашние задания далее вставляются в унифицированном виде. Это make, разбор домашних заданий на решения, тесты и ссылки на удаленные тесты. Последующее тестирование, запуск тестов, чек, которые подразделяются на тесты времени выполнения, то есть подача на вход данных и сравнение вывода с эталонным, и тестирование информации о решении, то есть своевременность сдачи, наличие или наоборот отсутствие каких-либо конструкций в решении. Последующая оценка, которая проводится при помощи функций, написанных преподавателем, и публикация в удобном для восприятия виде. За пределами синего прямоугольника находятся утилитарные модули, модули, которые так или иначе взаимодействуют со всеми модулями, находящимися в центре, либо служат для их взаимодействия между собой. Начиная с левого верхнего угла control, модуль, отвечающий за запуск полного цикла работы системы или какого-то из отдельных модулей depot, модуль, который отвечает за работу с базой данных, и при помощи которого все модули обмениваются между собой объектами домашних заданий. Это config, модуль, служащий для настройки системы, и log для своевременного отслеживания состояния системы и прогресса ее работы. Теперь давайте перейдем к тем моментам, которые во время нашей разработки так или иначе пришлось предпринять, чтобы успешно закончить разработку. Первое, о чем мы отказались практически сразу же, это мы отказались от ревью кода, чтобы избежать каких-либо мерч-конфликтов. То есть каждый день мы собирались утром, обсуждали, что мы сделали. После этого наш имелирист Георгий Георгиевич смержил все ветки, и мы уже продолжали разработку с смерженной версией. В середине разработки мы начали использовать активно GitHub Actions для того, чтобы в автоматическом режиме запускать тесты, которые мы до этого писали для модулей. И это нам помогло дальше в разработке. Пятиминутки, которые изначально подразумевались пятиминутками, очень часто длились более часа, потому что у нас было немного разное видение на части системы, что тоже оказало какое-то влияние на нашу разработку, которое будет сказано позднее. И также хочется отметить, что мы потеряли одного из разработчиков после двух или трех двухчасовых освещаний. Он не выдержал и не смог с нами дальше продолжать работу, поэтому нам пришлось заканчивать систему вдвоем. Но с другой стороны, это не так уж и плохо сказалось, потому что у нас же был опыт разработки подобных систем, а новый человек пришлось бы заново рассказывать ему, как все работает, потому что он был совсем новый. Теперь обсудим итоги нашей работы и то, как решения, принятые в начале разработки, повлияли на эффективность. По поводу пятиминуток, которые, как уже было упомянуто, чаще всего превращались в часовые или двухчасовые встречи, ретроспективно можно сказать, что они скорее помогали объединить разные точки зрения на то, как должен выглядеть проект, в какой-то единый концепт. И плюсов от таких встреч было больше, чем возможное утомление после длительных бесед. Это continuous integration, который помогал своевременно отлавливать какие-либо ошибки, которые могли произойти из-за невнимательности, и банально упрощал работу над проектом, позволяя сфокусироваться на самом важном. И модульность, которая позволяла вести разработку фактически параллельно. То есть благодаря тому, что изначально архитектуре было уделено большое количество внимания, каждый из модулей был задуман достаточно независимым, и каждый из разработчиков мог работать над одним из кусков проекта, не мешая другому. То есть не было таких ситуаций, когда для того, чтобы продолжить работу, требовалось дождаться окончания работы другого. И теперь сами итоги. Что было по итогу сделано? Был резон достаточно бытки гиперпоказработки, который нам позволил за достаточно короткие сроки полностью разработать систему, проверить ее работоспособность на множестве прошлогодних решений, причем как скачивание и проверки гиперпоказитов, так и скачивание почты и проверки приложений к почте. В данный момент проводится эксплуатационное тестирование на двух учебных курсах, которые читаются в нашем факультете, в МКМ Московского государственного университета, нашим преподавателем Георгем Владимировичем. Спасибо за внимание. Ждем вопросы. Знаете, я сразу задам вопрос. Дело в том, что я посмотрел ваш код, просмотрел то, что вы написали, как тезис, посмотрел туда. Я вообще, кстати, у всех код посмотрел, поэтому я в таком хорошем настроении. Сейчас, вы знаете, программисты обычно считают, что ваш код говно, но когда я посмотрел, ну ладно. Я, главное, не понял, а что вы, собственно, делали. Более того, в процессе доклада я это тоже не понял. Даже более того, в процессе доклада я понял, что вы пытались сами понять, что вы делали, вот на этих созвонных почти пришли к пониманию. И теперь я прошу поделитесь, а что это должно было быть. Потому что то, что обнаружил, это куча. Вы планировали архитектуру, это было видно. Вы пытались заниматься процессами. Там много на Вики набросок архитектуры, везде написано «туду, делать потом». Местами нейтрализованы модули. Оно явно может собраться во что-то. Но что это, смысл у меня ускользал. Поделитесь этим. У нас есть два курса. Один курс — это разработка питомных программ, и он сдается с помощью гита. И студенты сами формировали свои гитрепозитории и выкладывают в открытый доступ свой код. И после этого преподаватель должен его оценить. И вот мы писали систему, которая автоматически скачает все решения, их как-то разберет, как-то потестирует, и потом с помощью функции преподавателя, которая просто написала функцию на питоне, поставит оценки. Там какая-то очень сложность большая. Студенты почему-то сами должны были подкладывать тесты. Они должны были ссылаться на решения других студентов. При этом часть модулей пыталась проверить на плагиат с трудом, с помощью хемминг-дистанса, ст-парсинга, сравнивая задания. Целиком весь процесс какой? Кто дает задания студентам? По поводу удаленных тестов, это особенность курсов, которые проводятся на факультете. Изначально этот курс задуман таким образом, что студенты пишут тесты для своих решений и для решений других студентов. То есть это прекрасное тестирование. То есть каждый изобретает задачу со своими тестами и дает другим студентам? Задачи уже даны, но тесты для своего решения нужно написать. То есть это часть оформления решения. Сдать не только решения, но и тесты для него. А с чего это будет? То есть то, что вы проходите свои же тесты, является решением? Это минимальное решение. А еще нужно пройти тесты своих коллег. Которые к этому же заданию пишутся? Да. То есть вы атакуете своими тестами других коллег, а задания одно и то же, да? В целом да. Плюс к тому, что есть тесты коллег, также есть обязательные тесты, которые преподаватель указывает для этого задания. То есть это не единственный тест. Вопрос я вам простой задам. Существуют разные методологии разработки программного обеспечения. Ну там, знаете, каскадные, инкрементные и так далее, и так далее. Вот все-таки свою разработку вы к какой методологии отнесете? Точно не каскадные, потому что многие модули возвращались на этап обдумывания очень часто. Это, в общем-то, большая заслуга двухчасовых пяти минуток, что мы начинаем писать модуль, сталкиваемся с тем, что мы не обговорили часть функционала, а он вроде бы нужен. Какую-то часть написали, пришли говорить, и тут получается, что мы неправильно поняли задумку преподавателя, и надо переписать. Или, наоборот, мы сильно усложнили, преподаватель рассчитывал, что это будет достаточно простой. То есть вы получили бесценный опыт про то, как не надо писать программное обеспечение? Я понял. Это полезно, все мы через это проходим, молодцы. А в смысле, в чем конкретно претензии? Потому что это пока звучит как-то немножко грубо. Никаких претензий. Мне бы немножко понравилось, наверное, то, что у вас какая-то… Вы обрадовались тем, что у вас, с одной стороны, созвонная коллаборация, но при этом вы поделились на модули, и каждый сел в своем собственном коде и довольны, что все, каждый работает, независимо. У нас есть взаимодействие между друг другом. Вот, например, у нас один из модулей, так называемый типот, он практически является единственным способом взаимосвязи всех других модулей между собой. Все объекты претензийно хранятся в депоте. И если у нас Гиллер скачал эти задания, то Мэйк может получить их только из депота. После того, как Мэйк поработал, разобрал их на какие-то промежуточные представления, человек может только из депота это взять. И вот из-за вот этой независимости каждый мог делать свой модуль и заботиться только о том, чтобы публичная API не менялась. Ну, модуль вы называете целые сервисы, да? Да, которые там у вас… Ну, ладно, вы не освоили микросервисный подход. Ладно, это отлично. Скажите. У меня два вопроса. Первый вопрос. Это были ли такие задачи, которые предполагали несколько вариантов правильных ответов? И, допустим, кто-то написал тест, ну, входные данные, какой ответ от программы ожидается, вот, а у другого пользователя, его программа берет эти входные данные и выдает совершенно другой ответ, который тоже правильный. Да, есть такое, например, когда у нас проходит арифметика с флотами, там нужно специальное эталонное сравнение, и, да, это было реализовано. Это предусмотрено, и для задачи можно выбирать способ проверки выводов в зависимости от того, что требует данная задача. Вот, а второй вопрос. Я так понял, вы весь свой проект делили на какие-то маленькие задачи и каждый день какую-то задачу решали. Вот, а как вы оценивали сроки выполнения вот этих вот маленьких задач и часто ли эти сроки совпадали с реальными? Ну, немножко предыстории. Я два-три года назад писал проект, который проверял почты и скачивал рядоважные решения только с почты, а мой коллега Никита делает такой же проект, но он скачивал с ГИТа и проверял питонную программу. Вот, и мы обменились и написали любую универсальную программу, которая может обрабатывать любой курс. В целом она очень даже расширяемая, потому что все независимо. Скажите, пожалуйста, а каким образом отсутствие кода-ревью спасло вас от проблем с мерч? Потому что преподаватель очень занятый человек, и у него есть помимо нас еще своя работа, преподавание в университете и, в принципе, личная жизнь, и процесс код-ревью достаточно долгий. И если мы начинаем потом делать код дальше, то при мерче происходит межконфликт, потому что мы поменяли код, и потом преподавателю нужно распространять, какой код оставит, какой код нужен, не нужен. И когда уже два человека работают над программой, мы можем чуть-чуть пересекаться, потому что некоторые модули все-таки пишутся двумя людьми. То есть правильно ли я вас понял, что у вас ревью изначально делал именно преподаватель, а не вы друг другу, и код очень долго зависал на ревью, и его нельзя было вмержить, и из-за этого наступал некоторый хаос в разработке? Да. Правильно. Спасибо. Ну вот так с проблемами мерч-конфликт помогло. То есть разбитие архитектуры на подмодуль. Нет, я просто напомню, Гоша Курячева, который не приедет сегодня, у него практически каждый год на конференции был рассказ, как он сражается со студентами, преподавая импитон. И это было там совершенно такое, я прям всегда плакал об этом, как он изобретал систему борьбы с плагиатом, как он пытался это все ревьюить. Он тратил на это огромное время. И теперь вот Ганеста, он придумал, чтобы сами студенты друг друга как-то тестировали, как-то обвозились, сами что-то программировали, и он завелся личной жизнью и даже не приехал на эту конференцию. Я хочу за него порадоваться. Это же open source. Спасибо за доклад. Ну, вопрос к вам еще один. Вот вы считаете, что ваша система, то, что вы разработали, она проще в администрировании, удобнее, чем другие существующие? Там, Еджач, там и так далее. Ну вот конкретно Еджач. Ну вот на примере, пожалуйста, объяснить, что надо сделать, чтобы ей пользоваться. Вот у меня весной будет 150 студентов, курс алгоритмной структуры данных на языке Python, первый курс. Вот, например, я хочу вашей системой воспользоваться. У меня есть набор тестов, там где-то десяток заданий, входные данные, выходные. Вот последовательность действий, что мне надо делать. Я это сегодня разверну. То есть никак нельзя использовать. Оно готово. Вы заходите на GitHub-репозиторий, качаете колесо, устанавливаете колесо, и после этого формируете конфиг-файл согласно тому, как это написано на Вики. То есть вы указываете, какие задания проверять, потом пишете тесты в отдельных файликах на Python. Коллеги, давайте в Cloros продолжим. Сейчас у нас доклад.